Аминь, друзья! Сколько из вас не имеют страха, потому что вы верующие спасенные. Молимся, Господь, благодарим Тебя за Твою свет, за Твою милость, за Твою силу, Боже, за Твою верность, Боже. В этот момент, Боже, мы молимся, мы хотим, чтобы Твоя армия людей, они были верны, постоянны. Мы молимся о исцелении, о защите, Господь. Те люди, которые нуждаются в исцелении, в помощи. Боже, мы молимся за тех, которые нуждаются в помощи, в финансах. Боже, проведи их, прибудь с ними, веди их в победе. Отец, мы хотим принести славу Тебе и отдаться в руки Твои. И каждый из нас, кто смотрит любой нации по всему миру Земли. Боже, мы ищем Тебя, мы хотим Твоего избавления. Отец, мы просим Тебя, Боже, чтобы люди к Тебе повернулись, к Тебе искали лица Твоего, чтобы Ты, Боже, был с ними, чтобы Ты был лидером, чтобы Ты был их благословением. Во имя Иешуа мы молимся. Аминь. Хорошо, друзья, вы можете присесть. Одна из вещей, которую я хочу вам сказать, друзья, также, вы должны понимать, что это не просто физическая книга, а не то, что вы можете держать. Потому что, если у вас есть аудио, вы не можете просто открыть физическую книгу и иметь аудио. Нет. Это Библия, которая имеет аудиофункциональность также. Это очень важно, друзья, чтобы вы понимали. Представьте себе, если вы идете к другу домой, и у вас нет физической книги, вы можете открыть нашу Библию, где бы вы ни были, вы можете ее открыть онлайн, в интернете. Это сделать все там. Вам не нужно с собой тащить великую книгу, напечатанную. Теперь я хочу вам дать немножко инструкции о том, кто нас смотрит. Нас смотрят в Швеции, в Канаде, в Индии. В Багдаде, в Индии, в ЮК, в Нидерландии, в Пуэрто-Рико. И у нас есть около 45 штатов в Америке, которые смотрят нас онлайн. Это очень-очень благословенно. Теперь, слово, когда ты приходишь, когда ты приходишь в землю, это наша сегодня тема нашей проповеди, когда ты приходишь. Представьте себе, друзья, если кто-то вам даст землю бесплатно, вместо того, чтобы приобрести, вам не дают, дают, дают бесплатно. А представляете себе, Бог дал всю землю нации Израиля бесплатно. Они это получили от Бога. Если кто-то сегодня в наше время получает землю, больше всего это есть передача наследства. Бог не может дать кому-то что-то, если это не было Его в самом начале. Бог, Он открытый, Он чистый, Он открытый с людьми, и Он имеет все, и Он дает все по Своей силе, друзья, по Своей мощи. Опять же, Библия нам говорит напрямую и чисто объясняет нам. Дело в том, друзья, что каждое поколение хотело иметь отношение к посланию Божьему, да? Представляете себе, что у вас есть семья, и у вас есть дом, и в доме вы говорите, что вы говорите, вот эта комната этому детенышу, эта комната этому детенышу, но на самом-то деле весь дом он принадлежит родителям. Хотя дети могут говорить, что там моя комната это моя, моя комната это моя. Но, друзья, все это принадлежит родителям. В том же самом понимании мы говорим и о Боге. Бог нам дает места, Бог нам дает локации, дома, имения, да? И мы говорим, что это наше. Но на самом-то деле это все Божие, друзья. Поэтому можем ли мы дать кому-то то, что не наше, да? Не можем. Бог нам дает то, что Его, и все есть Его, и Ему принадлежит, друзья. Помните, что земля принадлежит Богу. Кто-либо из вас жил с фермерами или как фермеры? Я вырастал с фермерами в штате Канзас. Канзас. Это было время, когда наши фермеры там собирали урожай, они работали 18 часов в день. И после всей их работы, после их трудного труда, они думали, что они должны получить все дары и все даяния и все благословения, друзья. Но дело в том, что Бог говорит, что когда вы имеете урожай, вы должны, во-первых, отдать Мне Мою часть, ибо она принадлежит Мне. Это ваше напоминание о том, что Я вам дал все. И Бог опять же объясняет, что Он не сваделец всего, друзья. Теперь, если мы посмотрим в Второзаконие, 26 глава, там говорится о том, что люди должны были идти к пророку и к священнику и говорить о том, что их земля была отдана им Богом. И они должны опознавать и объяснять то, что Бог есть царь над всем. Бог не вывел людей для того, чтобы их убить. Нет, Он вывел, чтобы дать им землю. И было законно, чтобы люди отдавали первые продукты, первые фрукты, первую добычу Богу. Вопрос, вы думаете, вопрос следующий, почему жертва Авеля была принята, а Каина нет? Знаете, почему? Потому что Авель принес лучшие продукты из первого урожая. Каин, он не принес лучшую из его имения. Он принес наихудшее из того, что он имел. Представляете себе, друзья? Теперь же, у нас есть здесь 10 10 мы видим перед вами у нас есть 10 монет, да? Одна монета отдается Богу. Кто-либо из вас, друзья, инвестирует, если кто-то вам даст 10, и вы не должны оставаться давать им один, это очень важно. Много раз мы все не хотим отдавать эту монетку из 10. Мы хотим все это держать в себе. Люди много раз они очень-очень-очень такие скупые, друзья. И Бог сказал, что я поставил дерево познания добра и зла и даю вам все дерево, только этого дерева не трегайте. Но дело в том, что Бог сказал, что я даю вам все, но это мое дерево, оно только для меня. Интересно то, друзья, почему люди не имели все деревья и доступ ко всем деревьям, но им все равно захотелось еще один продукт. Проблема в том, друзья, что люди скупые, и они хотят иметь все для себя. И только для себя. Поэтому вот что происходило в Израиле в то время? Каждый город, каждый год должен принести продукт. Они шли в Иерусалим, как одна великая семья, собирались там, и они все там собирались там, и они все приносили их первый продукт. Если перед вами есть такое слово решит, это первый продукт, главный продукт, R-A-S-I-T, то есть шит, это означает первый продукт. Мы должны все это понять и осознать, друзья, что это первый продукт Божий. Это означает, что первый по порядку, первый по рангу, первый во всем месте и времени, друзья. Поэтому, друзья, было добавлено слово бейт, берашит, также означает в начале, в начале мира, в начале времени. Это тот же самый корень в слове. Первый продукт, первое начало всего человечества. Мы читаем Иоанна 12, 24. Верно, верно говорю вам, что семя упадает в землю и умирает, и потом приносит продукт и фрукт. Бог говорит, что я есмь это семя, которое идет в землю и умирает. Но если это сделали и убрут, тогда я буду восстановлен, я восстану и восстану в жизнь. Это означает, что мы все верующие восстанем в жизнь Божию, друзья. Это очень-очень великолепно, очень-очень мощное слово. На верите слово берашит, то есть в начале, да, первый продукт, первый фрукт. Теперь другое слово береш означает солнце, и мы читаем в Даниила 3.25, да, это означает сын. И мы читаем даже в Битии в 41-й главе, 49-м стихом о том, что похожие слова используются и в собирании урожая. То есть дело в том, что Мессия, он первый продукт воскресения, он первый, который воскрес, и он главный, который воскрес, друзья. Если мы посмотрим на все эти слова, которые имеют похожий корень, да, дело в том, что они все говорят о фаундации, о главном цементе, о основании всего, друзья, существования. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали и помнили, друзья, о том, что Сын Божий, Он есть фундамент, который заложен Богом для нашей жизни, друзья. Поэтому очень красиво, чтобы мы понимали в еврите, да, все эти слова, которые правильно скажены и напечатаны. Мы даже читаем 15-е Коринфянам, Левит, 23-я глава, 10-м стихом, также здесь заговорится в всех этих местах Писания о первых продуктах и приносении жертвы десятины. И поэтому мы в наше время приносим десятину и десятую часть, друзья. Поэтому каждый раз, когда Левит, они пели Псалом 30-й, они все это делали и делали во славу Бога. Они пели о восстановлении и воскресении Мессии. И Мессия, он всегда говорил и говорит напрямую. Бог говорит, чтобы мы оставались в Его силе. Библия говорит, чтобы мы благодарили Бога за спасение наше, за спасение Духа наших. Писание всегда нам четко говорило, чтобы мы оставались в Божьем послании, и мы оставались в Его слове. Библия говорит, чтобы люди приносили первый продукт и ложили это перед Божьим лицом. Библия говорит, что сегодня Бог, ваш Отец, повелел вам сделать все заповеди правильно, и вы должны их соблюдать правильно, со всем вашим сердцем, со всей вашей душой. И потом Библия говорит, что сегодня вы провозглашаете, что Бог ваш Господь, и вы идете за Ним. Библия говорит, что Господь призвал вас, чтобы вы были Его народом, были Его людьми, и те, которые идут за Мессией, они имеют победу. И Библия дальше говорит, что обетование на вас, чтобы вы исполняли заповеди Мои. Мы дальше читаем второзаконие, да, Моисей, он молится о том, чтобы люди, они становятся уже людьми Божьими, и у них есть спасение Божье. Дело в том, друзья, что когда они проходили 40 лет через эту пустыню, и уже пришло время нового поколения, и это новое поколение, с ним Бог восстанавливает свой обет, и говорит, что сегодня вы входите в обет со Мною. цунами. И мы читаем дальше в другой главе. Если мы четко все видим и слушаем Слово Божье, тогда мы видим, что Бог говорит сегодня в Словах для нас так же, что все эти благословения придут на нас, если мы только предадимся Богу, если мы будем Его слушать. Сколько из вас помните великое цунами в Азии, да, которое вообще все снесло? Кто либо из вас хотели бы стоять перед этим цунами? Библия нам говорит, друзья, что Бог хочет дать нам цунами благословения. Представляете себя, кто из вас хочет быть сметенными цунами полного благословения? Только так мы получим это благословение, если мы сделаем то, что Бог говорит. Бог говорит, слушайтесь меня, слушайтесь моего слова. Бог говорит правду, и Бог говорит слово в нас, друзья. Бог говорит, я повелеваю вам сделать то и то и другое. Когда мы это делаем, друзья, тогда мы полны Божьего благословения. И дальше Библия говорит, что Он благословит все, чего ваши руки не прикоснутся к чему. Б. Он благословит дело рук ваших и будет вашим защитником. Друзья, кто-либо из вас имели бы иметь благословение, а не проклятие? Никто не хочет проклятие в жизни. Бог дает людям 12 великих таких стихов, полных благословения, если бы только люди держались повиновения Богу, друзья. «Столько раз» Бог говорит, что «Я сделаю вас головой, а не хвостом». Бог говорит, что «Я вам дам благословение, а не проклятие». Поэтому мы, опять же, читаем второзаконие, да, что только одним способом Он может благословить нас, если мы доверяемся Ему и исполняем Его заповеди, друзья. Только так будет благословение нашей жизни. И Библия говорит, что если мы не будем слушать и не будем повиноваться, тогда все эти проклятия пойдут на нас, друзья. Помните это, не забывайте это, друзья. Есть полнота в Слове Божьем, друзья. Есть полнота в Слове Господнем. Сколько людей сегодня живут в легалистике, да, которые живут в легализме всех этих проблем этого мира, да, они ходят, они очень-очень такие злые, такие нахмурченные, да. Второзаконие нам говорит правильное служение, правильное послание, друзья. Люди должны иметь службу Божию, люди должны иметь полноту Божию, друзья. Держаться должны мы держаться Бога, мы должны держаться Слово Божье, Друзья. Бог говорит напрямую к нам, и Бог призывает нас, чтобы, если вы не верили, если вы не оставались верными, будут на вас проклятия. Друзья, представляете себе, друзья, мы, если мы можем соблюдать все заповеди, но без любви и без радости, они бесчетны, они абсолютно бесчетны, они абсолютно без ничего. Бог говорит, чтобы мы делали все с любовью и с правдой и с чистотой Божьей, друзья. Только так будет благословение. Только так будет полнота радости, друзья. Только так будет полнота благословения Божьей. Мы не должны никогда оставлять Слово Божьем. Никогда не должны оставлять. Но всегда пребывать в Слове Божьем, друзья. Всегда должны мы пребывать в Слове Божьем. Давайте мы будем это помнить, что много людей делают неправильные вещи и могут исполнять Слово Божье, но исполнять без любви. А так в этом Бог этого не примет и не одобрит. Друзья, мы не можем служить Богу грустно и с гневом. Это не работает. Поэтому, очень важно, очень важно. Библия говорит, делайте по Моему Слову, делайте по Моему приказанию. Библия к нам говорит напрямую и чисто и правильно, друзья. Люди много раз делают свои ошибки и потом гневаются на Бога из-за своих ошибок. Мы читаем второзаконие. Проклят тот человек, который радуется в том, что он убивает человека. Представляете себе, я нанимаю человека, чтобы убить моего друга. Я думаю, что после этого будет на меня проклятие. Я думаю, что Бог делает правильно, когда Он прокляет людей, которые делают такие дела. Библия говорит, проклят тот человек, который не правильно соблюдает все эти законы, которые даны Богом. Все люди должны говорить, что ты будешь проклят, если ты убьешь человека. Не означает ли это, что мы можем сегодня сказать, о, это все пошел в прошлом, мы можем убивать сегодня, ничего нам не будет. Нет, все это становится еще худшим, друзья, еще намного худшим, потому что Библия говорит, что разруха придет на людей, которые не соблюдают послание, которые не соблюдают послание. Мы не спасаемся с законом, друзья, мы спасаемся только милостью через веру Бога. И это не означает, что мы можем делать все, что мы захочем, и будем иметь полную свободу. Нет, так не работает. Библия говорит, что мы имеем свободу от закона и от проклятия закона, но спасение мы имеем только через Иисуса Христа. Мы начинаем дальше в Второзаконии. Проклятие на тех людей, которые отличаются от Бога и уходят далеко от послания. Проклят тот, который ложится в и спит с женой отца своего. Проклят тот человек, который ложится в постель с животными. Проклят тот человек, который ложится в постель своей матерью, своей мачехою. Проклятие все эти люди, друзья. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали все эти слова правильно. Сколько сегодня людей не понимают правильно, не понимают чисто послания, и они их не соблюдают, друзья? Библия говорит, что Божий закон, он не пройдет, он всегда будет чисто исполнен, и никто его не может пропустить или избежать. Сколько людей сегодня в наше время думают, что они могут взять какую-то статую из Библии и ею защититься, друзья? Так это не работает. Иисус не спасает вас в вашем грехе, он спасает вас от вашего греха. Проблема в том, что мы не убиваем наши греха. Мы их ставим на паузу, и потом время от времени опять посещаем. Столько людей сегодня, друзья, хотят иметь свободу от последствий греха. Так не работает, друзья. Не работает. Второзаконник говорит, что все пройдет по Божьему Слову. Когда мы слышим слова этих проклятий, во всем есть своя причина, друзья. Люди говорят, что я могу делать, что захочу, я могу делать все, что мне хочется, и я могу двигаться вперед, и ничего у меня не будет, друзья. Это так не работает. Слушайте, что Библия говорит. Бог, Он разрушит такого человека. Он его накажет. Он заберет имя из книги жизни. Друзья, если мы думаем, что мы можем делать все эти грехи, и потому что мы уже не под законом, тогда мы будем только разрушены, друзья. Дальше Библия нам повторяет. Никакой человек не спасается законом перед Богом. Это все показано, что будет спасение только через Божьего Сына, друзья. Много людей забывают о том, что свобода в Духе Божьем. Если нас остановят и дадут нам тикет за превышение скорости, мы не можем сказать, что «О, посмотри, на все время, на все малые, которые я приехал без тикета». Так не работает, друзья. Независимо от того, сколько добрых дел я делаю, я не буду иметь спасения. Независимо от того, что я делаю всю мою жизнь чисто и свято, и потом я убиваю кого-то, и как будто я могу покрыть это моими добрыми делами. Это так не работает, друзья. Мы не делаем добрые дела для того, чтобы мы будем войти в небо. Нет, мы делаем добрые дела, потому что мы идем к небу, друзья. Мы несем плод, потому что мы идем к небу. Это симптом нашего спасения, друзья. Теперь давайте мы посмотрим на Хаббакука. В этой книге пишется о том, чтобы мы понимали, что верные верующие будут жить верою, а не с самочистотой и святостью. И теперь давайте мы еще посмотрим. Второй законе 28-29. Очень-очень сильное такое пророчество. Говорит о том, что вы будете идти в посередине дня, и вы не будете видеть света, как будто вы в ночи. Здесь нам говорится о том, что когда в 6 часов после обеда будет как будто такое затмение, да? И это затмение, которое говорится с Божьим Словом. Мы можем только иметь солнечное затмение, если есть полная луна. Полная луна. Друзья, все это сделано правильно, так, чтобы все было сделано по Божьим Слове. Здесь Бог, Он показывает, что Он может контролировать все и все вокруг, друзья. Теперь смотрим. Матфея 27-я глава. Говорит о том, что была разорвана завеса, земля пошаталась, камни раскололись, и были люди, которые встали из мертвых и воскресились. И они пошли в города и перед многими предстали. Опять же, другое пророчество, да? Амоса 8-9-10. Мы мечтаем, что я приду во времени, и я сделаю так, что будет движение в земле, будут перевернуты праздники людей, их плач. И я сделаю так, чтобы все плакали и рыдали. То есть здесь говорится о том, что все это случится в посередине дня, и Божий Сын, Он, Он распятый. Мы дальше считаем Исаии 61, да? Говорится о том, что придет свет, и что также придет темнота. И здесь говорится о том, что будет моральная темнота в людях. И мы считаем, что в пятом стихе, что в том, что небо и земля будут вместе проходить и вместе шататься, потому что будет сделать великое дело Божие. Мы дальше считаем о том, что слова язычников, язычники придут и будут крещены и спасены в Израиле. Мы считаем, что нация и все царства нации, они будут разрушены, и они будут разрушены Богом. Мы должны служить Богу и быть с Израилем вместе. Библия говорит следующее, что все сыновья, которые воюют против тебя, Израиль, они придут и поклонятся в твоих ногах, и они будут называть тебя Богским городом, «Святой Израиль». Вау! Представляете себе, друзья, вот есть такое обетование, что язычники придут и будут учить Тору, и будут превозношать и восхвалять народ Израиля, и Божий народ будет всегда царствовать, и будет праздновать в его Божьем мире. Мы все язычники, которые являются частью пророчества того, что мы будем идти в Божье обетование, друзья. Мы будем идти в Божье обетование. Поэтому мы должны все понимать, да, что это очень мощно, что мы все часть Божьей скинии. Мы все часть этого пророчества. Мы первые плоды Божьего обетования, силы и службы. Теперь давайте мы встанем и молимся. Отец, Господь, благодарим Тебя за Твое Слово, за Твое послание. Божье, благодарим Тебя за то, что мы можем всегда прийти в полноту Твоего Слова. Даже когда мы в трудностях, в непонятии, мы принадлежим Тебе. Господь, мы хотим идти к правде Твоего Слова, и мы хотим искать Тебя, и мы хотим, чтобы Ты был в нашем сердце. Отец, благодарим Тебя за тех, которые ищут Тебя, за нашу миссию, за наше министерство, за то, что мы опять можем искать Тебя и искать присутствие Твоего. Боже, Ты наш владелец, Ты наш Господь. Наша жизнь не о нас, но она для Тебя. Благодарим Тебя. Помоги нам быть первыми плодами. Помоги нам искать Тебя. Помоги нам быть с Тобою. Помоги нам понимать то, что Ты над нами, и мы под Тобою. Вместе молимся. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель всей Вселенной. Ты благословил нас Твоей Торой правдой. Ты благословил нас всем Твоим посланием. Через силу Твоего Духа Святого. Через полную работу Мессии. Ты только и Ты один дал нам жизнь вечную. Благословен Ты, Господь наш Бог. Теперь мы идем на перерыв, друзья. Аминь. Отец, Ты настолько красивый для нас, великолепный для нас. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Боже, просим Тебя, Боже, за тех, которые имеют сегодня проблемы, сегодня недостатки, недуги, Господь, физические недуги. Просим Тебя за них. Благослови и сцели. Помоги, Господь, молимся, Боже, торкнись, докоснись, Господь, сердец. Докоснись сегодня тел. Исцеляй, спасай, помогай. Боже, мы молимся за наших любимых, за наших ближних. Если у них есть какое-то заболевание, болезнь, болезнь, проблема, Господь, просим Тебя, полном исцелении, Боже. Господь, также мы хотим поднять в молитве тех, которые имеют финансовые проблемы. Боже, открывай двери неба. Господь, есть много людей, которые нуждаются в доме, в машине, в еде на столе. Господь, мы молимся в тех, которые имеют финансовые недостатки, проблемы, нужды. Господь, отвечай, помогай, Боже. Также, Господь, мы поднимаем в молитве нашу страну и все страны вокруг нашей страны, Господь. Мы поднимаем Твою нацию Израиль, Господь. Благословляем их. Отец, мы хотим быть нацией победоносной. Мы хотим быть нацией Твоею. Мы хотим быть за Тобой, Господь. Просим Тебя в войне, которая происходит, Боже, продолжай давать знания, познавание победы. Отец, мы просим Тебя, благодарим Тебя за Твоих детей. И дай им победу во имя Иисуса. Аминь. Теперь вы все можете присесть, друзья. Давайте мы посмотрим. Я думаю, я уже вам сказал о всех нациях, да, которые уже смотрели нас, которые смотрят нас онлайн. Теперь, кто-либо из вас, видели ли новости, которые происходят? Слушали ли вы сегодня? Good morning, Америка. Доброе утро, Америка. Я вам хочу открыть один клип, одно видео из новости. Кто-либо из вас, слышали ли этих педжеры? Эти такие маленькие, такие коммунистиклонные девайсы. Мы открываем новые новости с новыми новостями, видео о том, как все произошло. Взорвались педжеры в людях и в их карманах, как вы видите здесь на видео. Люди в этом видео, они просто искали, чтобы купить продукты, но великие агенции, они сделали детонации, и были взрывы этих педжеров в карманах людей. Около три тысячи людей попали под эту атаку. Том, доброе утро тебе. Что происходит там сейчас? Доброе утро, Марки. У нас есть видео этого, что произошло. Это было вообще. Ума помпорщительно все это увидит. Мы видим в новостях, что сейчас происходит. Компания, которая атаковала этих людей, и была произведена атака на всю эту ситуацию. Никто это даже не знал, не ожидал. Взрыв в Бейруте был показан на камеру. Одна из тысяч педжеров взорвалась. Все это случилось мгновенно. Это израильские национальные нации все это сделали в атаку на Хазбулу. Этим утром, опять же, мы видим, что мы не знаем точно, если это был Израиль или нет. Мы еще этого не знаем. Около тысячи людей были под атакой и были повреждены и атакованы. Мы думаем, что это был Израиль, и никто в этом еще не уверен. Атака атаковала многих и острашила многих. Эти педжеры их только что купили, и был такой взрыв. Лидер сказал, чтобы они остались, чтобы... Я верю, что было сделано это все с причиной, и было все это предназначено, чтобы было это так сделано, чтобы эти педжеры взорвались. Это была атака намеренно на людей. Мы боимся того, что здесь происходит, здесь. Мы не хотим этих проблем. И сегодня я хочу, чтобы наши друзья вернулись с войны, но мы не можем это остановить. Лидер Хазбулу, он сказал, что он будет говорить обращение к людям народа о том, что произошло. Они не хотят, чтобы этот конфликт вот так развивался. Они не хотят, чтобы все это происходило. И вот сегодня говорят нам, что приходит время для дипломатического восстановления всего этого, всей этой ситуации. Друзья, они мне позвонили и попросили, чтобы я дал комментарий в этой новости. И мне было нормально, мне это понравилось, говорить им на новостях, друзья. Теперь, готовы ли вы? Пристегнитесь, мы будем входить в чтение Библии. И будем начинать нашу проповедь. Мы все еще дальше продолжаем читать Деянских апостолов, 4 глава. Здесь мы говорим о том, как женщина, она ищет своего любимого, и она ленится в этом. Мы читали о том на прошлой неделе, что было великое падение дождя, и ее любимый стучал в двери. И она ему отвечает, говорит, что, ой, я уже разделась, я уже расслабилась, что мне еще раз одеваться и выходить. Я помил на мои ноги, что ты хочешь, чтобы я пошла и обузалась, и что-то такое. Друзья, мы видим здесь лень этой женщины. Мы смотрим дальше здесь, что говорится, да? Это очень важная деталь для нас. Мы понимаем, друзья, что она говорит, мой любимый, он открывает дверь. О, сердце мое, хотелось быть с ним. То есть мы видим, что она говорит, что, о, там, то и другое, я его люблю, я хочу быть с ним. Но мы видим, что ее действия вообще не сопоставляются с правильным, да? Вообще не сопоставляются с тем, что она говорит, да? Она говорит одно, но она действует другое. Она говорит, что я не хочу одевать мою одежду, я не хочу одеваться, я не хочу делать ничего этого, да? В этом-то и проблема, друзья. В этом-то и проблема, дорогие. Дело в том, что она также закрыла свою дверь. Она не хотела выходить наружу, и она не хочет, чтобы никто входил. Она не смотрит в окно и не ищет его. Она в своей постели. И когда он приходит, она говорит, что, о, мне нужно выйти сейчас, замурзаться, запачкаться. Друзья, сколько церквей сегодня проходят такую ситуацию. Они говорят, что мы любим Иисуса, мы любим Христа, но они в этом не действуют. Только говорят, только говорят, друзья. Она говорит, я открыл его для моего любимого, но мой любимый отошел от меня и оставил меня. О, мое сердце плакало, когда он говорил ко мне. Я ее увидела, но я его не могла найти. Я его звала, но он мне не ответил. Он бьет в эту дверь, но она не отвечает сразу. И в конце концов она открывает дверь, и где он теперь? Он ушел. О, теперь у нее сердце болит, она переживает. Но когда все прошло, она только хочет так, как она хочет, друзья. В этом-то и проблема. Она не работала в поле с ним, она не смотрела за ним, она не искала его. Но для нее, когда он пришел, это было неожиданно. Много друзей, друзья, много церквей. Приход Иисуса Христа их собудет и их сневорожит, друзья. Сорок раз он называет ее любимой. Он говорит, что она любимая. Но опять же, друзья, мы видим, что любовь, она нереальная у нее. И сегодня есть люди, которые преследуют Бога, да, а они хотят что-то от Него. Да, если они, но если Бог, за ним ходят люди только из-за того, что Он может что-то дать им материальное, это Богу не нравится, друзья. Не нравится вообще. Люди говорят о любви к Богу, но на самом-то деле они далеки от Бога. Они не любят Бога из-за того, кто Он есть на самом-то деле. Сколько из вас, друзья, есть такая фраза, вы знаете, «Стою у двери и стучу». «Стою у двери и стучу». Друзья, дело в том, что люди не ищут Бога сердечно. Люди не ищут Бога из сердца. Они даже не понимают, что Бог хочет быть с ними, и они отдаляются от Бога. Бог говорит, что «Если вы хотите Моего Слова, я войду к вам и буду с вами, и вы будете со Мною». Поэтому здесь очень важно, друзья, что Мессия, мы даже понимаем, Мессия, Он стучит на дверь своего дома. Он хочет, чтобы его люди вышли и проводили время с ним, но они даже не понимают, церкви даже не понимают того, что они теряют, друзья. Они такие все дружелюбные, пастыря все такие дружелюбные, и они хотят быть такими просто друзьями, и все, да? Они не хотят инвестировать в вас. Они просто поверхностные лидеры, друзья. Есть много церквей, как эти. Они не хотят, чтобы все были в почтении Богу. Мы читаем Луки, 12 глава. Здесь говорится напрямую. Говорится о том, что «Пусть Бог будет вашим законом. Пусть люди ожидают Бога до Его возвращения». Есть и будут люди, которые не придут на свадьбу Мессии. Они будут идти через страдания, через атаки и через последние времена болести. И в песне песней мы видим, что эта женщина, что это невеста как будто, она не открывает дверь. И уже потом, спустя много времени, когда она все-таки открывает дверь, уже ее жених ушел. И она говорит «О, я страдаю, о, у меня болезнь, о, у меня то и другое». В то время, когда она сама его не приняла. Она пропустила благословение. И потом приходит второе время. И опять же, второе время происходит, друзья. Это уже говорится о приходе Мессии. И он приходит уже опять. И она не хочет идти и встречать его опять же, друзья. Не хочет она замачкаться, запачкаться. Поэтому, друзья, я верю, что сегодня много людей будут это, то же самое делать в наше время. Они будут говорить «О, мы любим Мессию, мы желаем Мессии», друзья. Но они не будут принимать Христа напрямую. Мы смотрим Псалма 31 глава. Псалм. Говорит следующее, что «Да, я принимаю мой грех перед Тобою, моя нечистота перед Тобою открыта. Я откроюсь в моей нечистоте перед Тобою, и Ты увидишь мой грех». И в этом все должны молиться об этом перед Тобою, Боже. Для того мы должны молиться, чтобы нам было спасение. И для этого мы имеем календарь, друзья. Мы сегодня открыли наш календарь для вас, чтобы мы могли сопоставить и видеть время. Потому что придет время, и Бог будет делать свой суд. И мы должны быть готовы. И мы должны распознавать времена, в которых мы найдем Бога. Столько времен мы будем проходить в нашей жизни, и Он придет. Христос придет за нами. И в наше время мы живем в такое время, что Иисус скоро придет, друзья. Мы читаем дальше, в Псалме 52, мы читаем дальше, говорится о том, что мы должны быть найдены перед Богом. Мы читаем также и в Приджитах. Первая глава говорит следующее. Это очень прямые слова. Бог говорит, что из-за того, что я позвонил, я вас вызвал, и вы отказались идти за Мною. Вы отказались идти и искать Меня. Вы не хотели быть со Мною. Из-за этого Я вас оставлю. Я вас забуду. Придет на вас разруха. Придет на вас разруха полная. Вы призываете на Меня, но Я не буду вам отвечать. Вы будете искать Меня, но вы Меня не найдете. И поэтому, друзья, мы видим здесь, что люди, они не хотели быть с Богом. Они не хотели быть в присутствии Бога. И они будут наполнились своей неправедностью. Бог говорит, что Я призвал вас, и вы не ответили. И поэтому, друзья, мы не можем ожидать ответа Бога, если мы не хотим иметь Его присутствия в самом начале. Мы читаем Захарий, 7 глава. Слово Божие пришло к Захарии, говоря, Так говорит Господь Великий, делай все правильно, через милость, через полноту, через чистоту. Делай это к твоему брату. Не принижай вдовицу. Не делай зла твоему брату в твоем сердце. Но люди не захотели слушать. Они ушли далеко. Они не хотели услышать Моего Слова. Они затвердили сердца свои. Они отошли от Бога. Друзья, сколько сегодня говорят, я не хочу слышать Тору, я не хочу слышать ни то, ни сё. Я хочу быть самим собой. Друзья, в этом-то и проблема, что придет время, и будет время, когда люди будут идти далеко от Бога. И не будет святости в людях, друзья. Ибо Библия говорит, что когда они пакали, я их не услышал. Когда они взывали, я не пришел на им на помощь. Друзья, вы должны понимать, я вам могу показать стих за стихом, за стихом, и так дальше. В том, что Бог говорит, я вас не услышу, когда вы будете меня звать. В моей семье я был восстановлен, и я возрастал как католик. И в католиках у них есть такие маленькие праздники, такие маленькие различные верования, такие стишки, статуи, иконки, и все такое. У них такие различные маленькие конки, которые не нужны вообще. Но это все неправильно. Но слово «надсмотрик» означает в еврите как верующий христианин. Поэтому в этом нет места для неправедности в этом, друзья. Первое время мы читаем, что пришли, заглядали это, и нашли эту женщину, эту невесту, да, и она говорит, что она любит своего жениха. И здесь пишется, что они нашли ее, они атаковали ее, они набили ее, они наказали ее и убежали, они забрали ее одежду. Дело в том, друзья, что если она была обречена для своего жениха, у нее был обручальный материал на ней, на дед, и они забрали это от нее также. Они сказали, что ты не хочешь быть с ним, ты его не уважаешь. И тогда она говорит к детям Иерусалима, она говорит, что если вы найдете моего любимого, пожалуйста, позовите его, скажите ему, что я за ним страдаю. Я страдаю по нему. Я люблю читать послания Библии, друзья. Библия говорит на чистую и напрямую для всех. Она говорит, что мои саградаты, они атаковали меня. Она говорит, что я слепа, и они слепые. Представьте себе, что если вы имеете такого человека, который слепой или же подкрыты его глаза, и он работает как ваш охранник, ничего у вас не получится. Ничего не получится. Не будет ваш саградатой мощным, если ваш саградатой, как этот пес, не работает, не воюет, не на страже, не активный. Хотели бы вы иметь такого пса, который бы охранял ваш дом? Нет, конечно же нет. Он ленивый. Но в чем эта доброта этой собаки, этого саградата, этого охранника, если он не делает свою работу? Друзья, я верю, что сегодня есть церкви, которые спят, которые не работают по Божьему закону, которые ленятся. Есть пастыря, которые неправильно делают, которые неправильно делают послания. Много людей сегодня не осознают полноту веры, друзья. Теперь мы должны понимать, что мы должны идти и читать дальше, да? И мы видим, что... Мы дальше считаем... Мы дальше считаем, что ей что-то не нравится, этой любимой женщине, да? И она поет, она взывает в своей боли, в своем страдании, в своем непонимании, в своей неполноте. Но, друзья, я хочу, чтобы вы поняли что-то, да? Увидели вы, что она поняла, что она была самолюбой, самолюбной, и она теперь осознает, что вся жизнь должна быть о нем, а не о ей. И так она говорит, что он мой любимый, он драгоценный, чем десять тысяч. Его одежда красивая, его полнота красивая, его величие полноту богатствами, его щеки, они красивые и нежные, его уста, они благословенные. Он весь красивый и благословенный для меня. Он полный благовонием, он благословение. Его уста, они говорят, «Жизнь, это мой любимый, и это мой друг». Она так его уже, видите, она так его описывает. Но мы должны делать то же самое. Мы должны описывать Бога в величии. И сколько раз мы описываем Бога, вместо того, чтобы описывать Его в нежности, мы описываем Его в гневе и в силе и в страхе, и в мощной атаке. Поэтому, друзья, это очень можно, чтобы мы не забывали, да? Мы не должны забывать, что Авраам, он доверял Богу. Он доверял Богу, друзья. Мы должны быть друзьями Бога. Мы можем быть друзьями Бога, если мы остаемся правильными. Если мы остаемся правильными в Слове Божьем, да? Мы не можем отойти от Бога. Мы должны идти за Богом. Мы должны доверяться Богу. Мы видим, что, опять же, невеста, она говорит детям, дочерям Израиля, Иерусалима, о том, настолько она теперь уже его ценит, и настолько теперь он ей драгоценный, после того, что она все это сделала для него. Друзья, если вы хотите, чтобы люди менялись и были спасены, вы должны показывать им Мессию как лучшего друга, как ближнего друга, друзья. Только так будут люди видеть на нас и спасаться, когда мы друзья Божьи мы. Божьи мы. Но теперь, когда она показывает свою любовь к своему любящему и к другим, тогда другие хотят познавать ее любящего больше. Друзья, дело в том, что вся наша жизнь должна быть о общении и взаимоотношении с Богом. У нас должно быть взаимоотношение с Богом. Это все взаимоотношения. Не только говорить слова, но иметь прямые, чистые взаимоотношения. Столько, сколько сегодня пастырей в этом мире, они не имеют взаимоотношения с Богом. Они не хотят менять свою жизнь, свои дела, свои ситуации, да? И поэтому, друзья, давайте мы посмотрим Римлянам 11.15. Там говорится о том, что люди Израиля будут восстановляться, будут восстановляться с Богом и должны различать смерть от жизни. То есть здесь нам напоминается о том, что воскресение мертвых в жизни, в жизнь только тогда придет, когда Иисус придет к нам за нами, и будет воскресение людей. И где здесь говорится такое пророчество? Давайте мы посмотрим на стихи. В Закарии 8.20 по 23. Говорит Господь Великий, будут люди и нации в многих городах, и жители многих городов, и они будут бежать с одного города в другое. И говорит, давайте мы посмотрим и искать Божьего лица, или его спасения, его милости. И много людей, и много наций придет и будут искать Бога в Иерусалиме. В Иерусалиме. Друзья, посмотрите на United Nations, да? На все нации. Они еще не бежат к Иерусалиму, да? Но мы видим здесь, что это такое пророчество, которое еще не сбылось, но оно сбудется. И потом Господь, Господь в Иерусалиме говорит, что... И потом 10 людей изо всех наций, изо всех языков, они будут в Иерусалиме, и они скажут, что они хотят идти за Богом к спасению. Сейчас все хотят разрушить Иерусалим. Сейчас все атакуют Израиль. Но придет время, когда Бог повернет и к себе, и к спасению. Бог говорит, что 10 из каждого поколения будут искать Бога. 10 из 7 наций, 70 наций, это 700 людей, которые будут искать Бога. Мечтаем в Иерусалиме, 51, 55, с 1 по 7 стих. Теперь, каждый, кто желает пить, придите к водам и пейте. И те, у которых у вас нет денег, придите, и будет вам дано. Слушайте внимательно, друзья, чтобы мы должны читать то, что правильно. И мы должны принимать правильную еду. И мы должны открываться перед Мессией. И мы должны искать Мессию и Его спасение. И Бог покажет спасение Свое. Бог даст спасение Свое. И Он будет свидетелем перед людьми. И мы будем идти и отзываться на Божий призыв. И нации будут отвечать на призыв Господний. Потому что Бог, Он Бог-Спаситель. Бог, от Бога, Он Избавитель. Бог хочет быть найденным людьми. Бог, Он хочет быть найденным своим народом. Есть люди, есть времена, в которые люди должны искать Бога и найти Его. И дело в том, друзья, чтобы мы никогда не потеряли Бога. Мы должны искать Его, пока Он еще близко. И мы должны искать Его, когда есть Божий скеджу, Божий порядок, а не наш. Мы можем открыть Матфея, 23 глава. Ишу говорит, что твой дом будет разрушен. Поэтому я тебе говорю, ты не будешь меня, доколе ты не скажешь, приди в Спаситель во имя Господне. Что это здесь нам говорит? Здесь нам говорится о том, что Мессия, Он не придет, доколе Исраиль не признает то, что Он Спаситель. Это еще не случилось. Исраиль еще не признал Иисуса Спасителем. Это означает, что Иисус еще не пришел и не придет. Сколько лет уже прошло, с того времени, когда Он пришел и ушел. Около 2000 лет. Для Бога это два дня, а тысяча лет как один день, да? Для Бога это два дня или 2000 лет. Я вам покажу стих, который вообще разрушит ваше представление. Посмотрите, Хосай, как он говорит о приходе Бога. Он говорит, я буду как лев для вас, как молодой лев для дома Иуды. Я их разрушу и приду за ними. Он это сделал. Он пришел и ушел. Он пришел и ушел, и был разрушен храм. И Он говорит, что я приду и спасу их. И Он говорит, что я приду опять же на мое место. Он восстал с мертвых, и Он пошел на небо, в свое место перед Отцом. И Он говорит, что до того момента, когда они примут и признают их грех. И они сказали, благословен тот, кто придет в имя Господне. И потом говорит следующее в этом стихе. Они будут искать мое лицо, и в их проблемах, и в трудных временах они призвут меня. И они будут говорить, приди, спаситель нас. Приди и спаси нас. Мы нуждаемся в Тебе. И мы читаем, что Бог, Он восстал на третий день. На третий день, друзья. Мы смотрим, что после двух дней Он нас восстановит. И Он на третий день, Он нас спасет, и Он нас избавит. Здесь говорится о том, друзья, что третий день, в начале третьего дня, это когда восстановление людей происходит, и люди будут восстановлены. Следите ли вы за мыслями моими, друзья? И здесь говорится, что мы должны искать Божьего знания и Божьего Слова. И Библия говорит, что Он придет за нами, как дождь, и Он будет поливать, как дождь. Прошлый дождь ушел, новый дождь придет. Здесь говорится о том, что придет царь, и Он во второй раз придет за невестой Своею. Песнь песней говорит только о прихождении и пророчествует о будущем, друзья. В каком году мы сегодня живем в библийском календаре? В каком году? Это 57-й год AD4. Да? Я хочу, чтобы мы это понимали, друзья. Есть ситуации, друзья, в нашей жизни, где мы переживаем. Мы переживаем и забываем иногда о том, что на третий день, на третий день, когда Иисус воскрес, и Он придет за невестой, Он придет во спасение невесты, друзья. Мы живем в годе 57-й, 85-й. То есть, мы уже живем очень близко. Время подходит очень близко к приходу Божьему, и с каждым днем мы наближаемся. И это все означает, что с каждым днем мы ближе и ближе к Божьему времени, к Божьему приходу, к Божьему времени, друзья. Давайте мы будем это помнить и не будем это все забывать, что придет Божье царство, и Он будет царствовать. Он будет великим царем, друзья. Мы должны это помнить и не забывать. И мы входим в седьмой день, в седьмой день этого царства, друзья. Теперь мы читаем, что в Библии, когда начинается этот последний день? Дело в том, что шаббат начинается в вечер пятницы. Шаббат, он начинается в этом году уже. И мы будем проходить через это время. И это время придет, друзья. Представляете себе? Приходит время к приходу Иисуса Христа очень скоро. То есть дело в том, что придет время, придет время, и будет время, когда Бог, когда Бог будет делать это правильно и чисто. И чисто. И будет сделано все по Его Слову. Ни одна точка не пройдет, друзья. Очень интересно, чтобы мы понимали, да? Бог придет. Бог придет, и будет в нем свобода. И будет в нем свобода, друзья. Приход Иисуса придет, правильно. Приход Иисуса придет в... Когда будет шаббат, и будет начало шаббата, друзья. Поэтому я верю, что мы очень близко к этому времени. Когда Мессия придет к нам. Потому что мы должны делать для этого. Он призывает нас, мы должны отворить. Мы должны отворить, и мы должны быть готовы. Сколько раз ваш телефон звонит, и вы не хотите отвечать на звонки, да? Но когда вы увидите звонок от Бога, вы должны это поднять и ответить сразу, друзья. Поэтому давайте мы встанем. И я надеюсь, что песня песней вам показывает больше правды о том, что происходит в мире. И позволяет вам понять, что происходит в мире, и какие времена мы живем. Давайте мы будем молиться. Господь, Отец, благодарим Тебя очень сильно. Молюсь Тебе, Боже, благодарим Тебя за то, что Ты все нам дал. Благодарю Тебя, что Ты дал нам слушание. Что Ты дал нам понимание. Боже, благодарим Тебя, Иисус. Мы во время такое, которое Ты уже стоишь у двери. И мы просто просим, Боже, благослови нас. Помоги нам отвечать на Твой призыв. Это все зависит от нас в Тебе, Боже. И мы просим Тебя, помоги нам иметь взаимоотношение с Тобою. Мы хотим поблагодарить Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни. Благодарим Тебя, Господь. И просим, благослови нас. Благослови нас, как Ты сказал в Твоем Слове. Что Ты не только нас не оставишь, но Ты будешь с нами. Что Твое имя будет на нас. И, Боже, мы просим Тебя. Это все, наша жизнь вся заключается в взаимоотношении с Тобою. В взаимоотношении с Тобою, Боже. Ищем Тебя. Боже, ищем Тебя радостно. Не грустно, но радостно. И как Ты сказал Аарону, чтобы он сказал. Благослови. Благослови нас. Да благослови Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Да призови Господь на Тебя светлым лицем Своим, и помилуй Тебя. Да обратил Господь светлым лицем Своим на Тебя, и даст Тебе мир. И все сказали, друзья, вместе, Аминь. Мы увидимся с вами в следующее служение. Благословений. 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 Продолжение следует...